Пиппа и Палома Консуэлла начинает заниматься спортом Америка Продуксионос представляет Производство Хосе Энрико Крусилия Соня Смит и Роберто Матеос В телесериале Милагрос По роману Делия Фиала Автор сценария Джованна Пьерона и Энрико Монкло В ролях Хуан Виталий, Роберто Вандер, Уга Кассианси, Ивон Фросинет, Альберто Изолло А также Ригина Альковер, Ринальда Аренас, Мирна Бракамонте и другие Костюмы Хосе Гевара Художник Гильермо Исса Композитор Хорхе Таффа Монтаж Алан Брайн Оператор Рафаэль Руиз Режиссер Аугусто Томаио Ты очень скучала Ужасно Хосе Антонио Я хочу тебе кое-что сказать Лучше сядем Что-то не так? Нет Все так Что случилось? Что случилось, Милагрос? Хосе Антонио, ты будешь отцом Я беременна, милый Ты слышишь меня? Мое сердце разрывается от счастья Милагрос, это Это прекрасно, дорогая Я люблю тебя Это чудо Мое сердце тоже разрывается Это чудо Дорогая Как я люблю тебя И она думает, что этот парень пытался ее совратить Представляешь? Боюсь, у тебя разыгралось воображение, Консуэлла Можешь смеяться, сколько хочешь Но он подмигивал мне и смотрел на меня призывно Может, ты сама его провоцировала? Это просто повод не ходить в спортзал Ты права В чем права? Я не собираюсь возвращаться в это гнездо разврата Только не начинай проповедовать, Консуэлла Ты обещала быть современнее для Макарены, твоей дочери Хорошо Я буду ходить в спортзал Но если этот парень будет снова меня беспокоить Не знаю, что я сделаю Что? Ты позволишь ему соблазнять тебя? Я его отшлепаю, глупышка Мартин ушел повидать Люсию Я попросила его Я думала, ты ревнуешь к ней Да, конечно, ревную, но... Он чувствует ответственность за ее хромоту Он очень беспокоится о ней Мне жаль ее Она неплохой человек Ты права Я очень хороший человек Привет, Рензо Привет, могу я к вам присоединиться? Нет Почему? Боитесь, что моя невероятная привлекательность соблазнит вас? Как твоя жена? Счастлива Как любая женщина, которая рядом со мной Вы счастливы? Или ты уйдешь, или я Ладно, я сейчас уйду Вы видели Мартина? Он ушел повидать Люсию В мой дом? В дом, где тебе дают кровь и еду Они просто общаются со мной Это другое Кто-нибудь общается с тобой, Клаудия? Ладно, я ухожу Я его ненавижу, ненавижу Ты его ненавидишь, но он все еще тебе нравится, Клаудия Это меня излит больше всего Большое спасибо, Мартин Я великолепно провела время Я тоже, благодаря тебе Я так давно никуда не выходила Вокруг так все красиво Как твои ноги? Хорошо Я забыла о проблемах Только хромота, но я привыкну к этому Не очень ты привыкай, потому что ты не будешь хромать всю жизнь Милагрос хромает всю жизнь, и она счастлива Скажи мне, ты не возражала бы остаться хромой? Не возражала бы, если ты чаще выходил со мной Люсия, при чем здесь это? Наша дружба не зависит от твоей хромоты Вот как, я хочу поправиться как можно скорее Синьорита, обед уже почти накрыт Ну, я пойду Нет, останься с нами пообедать Как-нибудь в другой раз, правда Пока, Люсия, увидимся Не перетруждайся Пока Пока Ты действительно больше не хочешь? Нет, спасибо Это твоя ошибка Великолепно Великолепно Продолжение следует... Да? Кто это? Обед готов, сэр. Пойдем, я умираю от голода. Подожди, подожди, стой. Да-да, мы сейчас придем, Теодора, спасибо. Что ты делаешь? Запах. В чем дело? Тебе не нравится? Не хочешь, чтобы они узнали, что я курю травку? Рене, у тебя красные глаза, по ним все видно. Кроме того, я не думаю, что это так уж хорошо. Ну, если меня спросят, я скажу, что я плачу от сердечной боли. Пойдем, вставай, пойдем. Ты знаешь, Сержио и я будем жить вместе. Я надеюсь, ты не против? Почему я должна быть против? Наоборот. Я думаю, это замечательно. Поздравляю вас. Спасибо, Карлотта. По поводу сроков. Когда ты собираешься переехать сюда, Сержио? Что случилось? Какая-то проблема? Не волнуйся обо мне, хорошо? Видишь ли, дело в том, что я начала немного уставать жить с тобой и иногда ночевать в квартире Пипо. Вы... вам нужна независимость. И мне тоже. Ты уверена, мама? Ты правда не против? Абсолютно. Я начала подыскивать себе новое жилье, так что ты можешь переезжать, Сержио. В этом нет необходимости. Что ты имеешь в виду? Что мы можем жить втроем? Нет, спасибо. Нет, нет, мама. Милагрос хочет предложить тебе жить у нее. Видишь ли, дело в том, что Милагрос мне как дочь. И мне нравится Хосе Антонио, но остальные... Ты должна это сделать, мама, для Милагрос. Для Милагрос? С ней что-то не так? Скажу лишь, что ей, возможно, скоро понадобится твоя помощь. На несколько месяцев. Она беременна, мама. Что? Беременна? Ты уверена, Милагрос? Абсолютно. Я сделала анализ, и результат был положительным. Но мы завтра еще сходим к гинекологу. Это великолепная новость. Поздравляю вас. У нас будет наследник. Ну, если вам нужен крестный отец, вы можете рассчитывать на меня. А тетя Лукреция не спустится? Я бы хотела сообщить и ей новость. Она не очень хорошо себя чувствует, и я думаю, сейчас не лучшее время для новостей. Ты беспокоишься, да? Не стоит. Страх худший враг свободы. А откуда это из маминого живота, как и ты? Чего ты ждешь? Ты хочешь получить мистраль обратно или нет? Тогда приходи в себя и будь со мной милой. Я хочу, чтобы ты была очень-очень милой со мной. Но сначала сними юбку. Медленно. Когда ты пошлешь документы во дворец правосудия? Я дам тебе знать завтра. Сейчас я слишком устал, чтобы думать о мелочах. И не смотри на меня так. Из этого ничего не выйдет. Милагрос беременна? Это то, что я слышала. Два голубка зря время не теряют. Теодора, брак без детей, как сад без цветов. Я надеюсь, будет девочка. Я бы хотела, чтобы у меня первым был мальчик. Джузеппе Александр. Прости, Теодора, но я думаю, сначала тебе надо найти мужа. Привет. Я задержалась, мама, прости. Синьора, добрый вечер. Привет. Сказать, Рене, что вы здесь. Если ты ищешь свою девушку, то она в столовой. Мама. Я поговорю с тобой позже, Палома. Синьора, на сегодняшний случай, Рене, не моя девушка. Я слышала другое. А почему ты здесь? Ну, я просто проводил Палому, немного поздно и... Слишком поздно. Ты ее проводил? Теперь можешь идти домой. Я просто собирался... Синьора, всего хорошего. Пока, Палома. Что-то не так? Простите меня. Я сейчас вернусь. Хочешь, я пойду с тобой, милая? Нет, нет. Я просто надену свитер. Немного замерзла. Слишком много впечатлений, это нормально. Хочешь, я научу тебя, как дышать? Ладно. Я тоже поднимусь, простите. Я хотел бы кофе, Теодора. За здоровье. За здоровье. За здоровье. Милагрос. Еще раз поздравляю тебя с беременностью. Ты не представляешь, как я счастлива. Спасибо, Фернандо. Начинается новая жизнь, и для вас, Хосе Антонио, все изменится. Я знаю. Это прекрасно. Но это как сказать. Что ты имеешь в виду? Просто знаешь, 9 месяцев жить без, ну... Когда женщина беременна, ей лучше жить без секса, чтобы не повредить ребенку. Но не волнуйся, потому что со временем ты располнеешь, живот вырастет, у тебя будут растяжки, волосы выпадут, и, естественно, муж потеряет к тебе всякий интерес. Все это происходит, чтобы не повредить ребенку, конечно. Это означает, что... Хосе Антонио и я не сможем... Ну, вы можете это, но это будет не очень разумно. Но 9 месяцев без... И это совсем нетрудно для нас, женщин, потому что у нас есть материнский инстинкт, заставляющий нас защищать ребенка, но, к сожалению, это нелегко для мужчин. Заканчивается тем, что они находят секс вне дома, в другом месте. Хосе Антонио никогда не поступит так. Хосе Антонио – мужчина, это жизнь. Что-то происходит, и что-то приходит, что-то уходит, поэтому мы с Рензо не хотим иметь детей. Потому что Рензо очень страстно, знаешь. Я восхищаюсь тобой, Милагрос. Ты такая смелая. У тебя впереди 9 очень трудных месяцев. Мы с Хосе Антонио очень счастливы. Я уверена, что все будет хорошо. И еще будет замечательнее, когда родится ребенок. Не знаю, что сказать, потому что, когда родится ребенок, вы начнете ухаживать за ним, начнутся бессонные ночи, бесконечный плач, сыпи. Можешь забыть о вечеринках, о путешествиях, забудь обо всем. Ну, что вы здесь делаете? Хотите пойти на террасу выпить? Спасибо, дядя. Я не пью сейчас. Кроме того, я немного устала. Ну, спасибо. Ладно. Тебе надо отдохнуть и поберечь себя. Да. Увидимся завтра. До завтра. Фернандо, а ты выпьешь? Конечно, папа. Ну, пойдем. Извини, пожалуйста, моя мама, она испортила тебе настроение. Не беспокойся, это пустяки. И... А Рене? Что Рене? Что будет с ней? Не знаю. Она как дикое животное, и я не могу ее приручить. Сегодня она здесь, завтра ушла, потом возвращается, опять уходит. Я не знаю. Но... Вы вместе, да? Я не знаю. Правда. Не знаю. Не знаю. Можно взять эту пижаму? Что? Нет, ничего. Я уже взяла, спасибо. Рене, что ты делаешь? Я сейчас вернусь. Как холодно. Подвинься немного. Теперь хорошо. Хорошо. Что? Фильм. Или ты не хочешь его больше смотреть? Да. Я хочу, а ты? Я тоже. Как ты можешь с ним так? С ним. Когда он так мне помогает? Помогает тебе терять время. Здесь не пансион, Палома. Где ты была весь день? Скажи мне. Я училась с Пипо. С этим клоуном. Я не хочу, чтобы ты с ним виделась. Пипо не клоун, слышишь? Да. Он очень хороший человек. Я буду с ним видеться. Хочешь ты этого или нет? Палома, вернись. Палома. Рене? Рене? Ты спишь? Не останавливайся. Рене? Субтитры создавал DimaTorzok Лукреция? Субтитры создавал DimaTorzok Ты должна была мне позвонить, предупредить, что ты будешь поздно Я боялась, переживала Прости меня, Паламита Конечно, я прощаю тебя Я не хочу с тобой ссориться И я тоже, дорогая Я не хочу, чтобы ты плакала Тем более из-за меня Я плачу не потому, мама Я люблю Пипо Я влюблена в него А он считает меня просто своей студенткой Талантливой студенткой Паламита Не отчаивайся, дорогая Ты немного растеряна Немного испугана Но все устроится, увидишь Хочешь? Я скажу тебе одну новость Милагрос беременна У Милагрос и Хосе Антонио будет ребенок? Да У Милагрос и Хосе Антонио будет ребенок? Да Я так люблю смотреть, как ты молишься, милая Думаю, твои молитвы делают счастливыми многих людей Да, я об этом молюсь И тебе Иногда стоит попробовать Нет Я счастлив делать счастливой только тебя Я так люблю тебя, милая И я люблю тебя Хосе Антонио Что? Остановись, пожалуйста Что случилось, дорогая? Ты не хочешь? Нет Не сейчас, прости Прости Нет, все в порядке Все в порядке, это не страшно Правда? Ты не против? Ну, ты молишься А что я могу сделать? Ты мне так нравишься Ты правда не хочешь? Милый, пожалуйста Остановись Просто Я устала И я немного беспокоюсь из-за беременности Хорошо Надеюсь только, что ты не будешь беспокоиться все эти девять месяцев Милый, пожалуйста, что ты не будешь беспокоиться все эти девять месяцев И я не знаю, что ты не будешь беспокоиться все эти девять месяцев Я не знаю, что ты не будешь беспокоиться все эти девять месяцев Я не знаю, что ты не будешь беспокоиться все эти девять месяцев Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Доброе утро, Хосе Антонио! Как ты сегодня, милая? Очень голодна. Спасибо. Я договорился с гинекологом. Пойдем вместе? Сейчас? В девять. Успокойся, дорогая, у нас достаточно времени, не волнуйся. А как ты спал? Хорошо. А я как-то не очень. Я слышала странный шум, как будто кто-то, я не знаю, кто-то пел. Кто-то пел? А как ты спал? По-моему, мы не спали. Мы грезли наяву. Что-то самое хорошее или даже лучшее. Я и сейчас парю. И я парю на облаке из пуха. Это нормально. Оргастическая разрядка очень расслабляет. Я чувствовала то же самое. Который час? Все, наверное, уже встали. И что? Успокойся. Никакой спешки. Мои родители. Твоих родителей беспокоила твоя сексуальность. Теперь они могут быть спокойны. Ты права. Субтитры подогнал «Симон» Куда ты смотришь? Никуда. Тебе не наскучило сидеть весь день дома? Нет. А тебе? Нет. Я просто в унынии. В Китае унылых людей заставляют работать вдвое больше. Чтобы они излечились. Может быть, мне следует жить в Китае? Не такая уж плохая идея. А эта кассета – это подарок? Я разве спрашиваю тебя о твоих делах? Доктор Медина, это Лукреция де ля Торре. Лукреция. Рад тебя слышать. Как ты спала? Мечтала об интимном вечере со мной? Я звоню по поводу завещания. Я думал, ты звонишь, потому что скучаешь по мне. Есть какие-нибудь новости о завещании? Я сейчас ухожу, но могу остановиться у твоего дома ненадолго. Мне по пути. Ты сейчас придешь? Какие-то новости? Я приду прямо сейчас. Думаю, ты умираешь от желания видеть меня. Все, как мы ожидали. Лукреция наняла Медину, чтобы оспорить завещание Рафаэля де ля Торре. Да, да, понятно. Встреча в гостинице, предложение Медины. Никакого шантажа, просто взаимное одолжение. Медина берет на себя дело о завещании, а Лукреция платит ему любовью. Без сомнения, Лукреция – женщина, которой ничто не остановит. Таких немного, Дарягула. Но, майор, секс за услуги – это проституция, так? У вас три недели беременности. Я хотел бы, чтобы вы приходили на осмотр каждые две недели до третьего месяца. Потом приходите раз в месяц. И после восьмого месяца раз в неделю. Как скажете, доктор? Как ваш аппетит? Лучше, чем обычно. Хорошо. Питание должно быть обычным. Если наберете вес, мы предложим вам диету. Вы испытываете какой-нибудь дискомфорт? Нет, совсем нет. Только дремота иногда и небольшая боль в ребрах. Ну, это нормально. Тело расширяется, чтобы дать место ребенку. Вам не кажется, что это чудесно? Да, знаю. Я занимаюсь этим уже много лет. И все еще удивляюсь чуду жизни. Раз, два, три. Начали. Эй, сексуально. Вот мы идем. Так, еще раз. Эй, так, улыбайтесь, улыбайтесь. Давайте, давайте. Меняем шаг. И вперед. Да. Покажите все зубы. Поворот. Выключите музыку. Вы. Подойдите. Да. Что случилось? Ничего. Тогда почему вы так танцуете? Это мой стиль. Слушай, танцуй так, как я скажу, а не так, как хочешь. Понятно? Нет. Твоя хореография детский лепет, ясно? Она нас забивает. У нее нет красоты, нет искусства. Кто ты такая, чтобы критиковать меня? Что ты из себя представляешь? Я человек. И у меня есть немного вкуса. Скорее немного средств, чем вкуса. Напомню тебе, что ты здесь по рекомендации. Потому что, если оценить твой танец, могу себе представить, как ты добилась этой рекомендации. Так что возвращайся на свое место. Двигайся. Сейчас же. Давай начнем сначала. Музыка. Так, девочки, идем снова. Раз, два. Раз, два. Начали. Двигайтесь. Двигайтесь. Сексуально. Так, так. Улыбайтесь. Меняем. И поворот. Больше желания. Больше желания. Поворот. В следующий раз вы можете услышать биение сердца малыша. Это очень волнует. Приходите. Конечно, мы придем, доктор. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Спасибо, доктор. Но, простите меня, у меня есть еще один небольшой вопрос. Милый, ты не против? Подожди меня там. Конечно, дорогая, я подожду. Простите. Ну вот, мы одни, что вы хотите спросить. Какие это проблемы? Рассказывайте. Продолжение следует... Нет, доктор, это не проблема. Я только хочу знать. Если у нас будет секс во время беременности, все будет в порядке? Конечно. Вы можете заниматься сексом во время беременности. Может быть, на последнем месяце будет немного неудобно, но вы можете найти подходящую позу. Хорошо. Так что я не рискую потерять ребенка или что-то еще. Нет, совсем нет. Почему вы так решили? Просто... Это любопытно. Милая, а как мы, когда у нас будет ребенок? Ты шутишь? Почему ты не хочешь ребенка? От тебя. Фернандо, на случай, если ты вдруг не заметила, если ты вдруг забыла, ты и я, мы женаты. Я не могу представить себя с ребенком в сосущем грудь. Но мы можем найти няню, кормилицу. Меня так вырастили. И посмотри, что из тебя вышло, Рензо. Замечательно. Удивительно вышло, дорогая. Если хочешь иметь ребенка, предлагаю тебе найти суррогатную мать. Хотя не знаю, как ты это сделаешь без денег. Деньги, деньги, деньги. Это все, о чем ты думаешь, дорогая. Просто если бы у меня были деньги, я могла бы говорить о чем-то еще. Дорогая, некоторые вещи требуют времени. Помни, у нас миллионы. Прекрасно. У нас миллионы. Если дела у твоего отца не пойдут лучше... Что? Ты прекрасно знаешь. Ты от меня уйдешь. Да. Скажу иначе, я вышвырну тебя. Ну, дорогая, у нас похожие ситуации. Потому что, если твоя мать не оспорит завещание... Ты бросишь меня, знаю. По-моему, любовь и бедность не идут рука об руку, Фернандо, ты знаешь. По-моему, тоже. Наконец-то мы в чем-то согласны, Рензито. Увидимся. Напоминаю, сегодня мы обедаем у доктора Дибаса. О, Боже, это будет так скучно. Милая, мы пообещали, не забывай. Это будет потрясающий обед. Главное, чтобы нас не заставили за него платить. Привет, привет. Привет. Ты уходишь? Я иду по магазинам. Мне нужна новая одежда и несколько новых пижам. Зачем? Ты не знаешь? Я поселюсь у Милагроса, это почти факт. Я знаю, Карлотта. Ты, возможно, поссорилась с Марианной? Нет. Просто Сержио будет жить с Марианной и... С другой стороны, Милагрос беременна. Правда? Да, Марианна мне сказала вчера... Это здорово. Да. Да, это здорово. Рене? Не знаю. Ее не было этой ночью. А ты? Как ты? Хорошо. Думаю, я переживу. Несмотря ни на что. Пипа, хочешь пойти со мной? Покупать пижамы? Извини, у меня есть более важные дела, так что, пожалуйста, иди сама. Ладно, простите, простите, сеньор интеллектуал. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Как ты спала? Хорошо, хотя не очень долго, а ты? Маргарита, мы позавтракаем в столовой. Принеси, пожалуйста, туда. Хорошо, Себастьяна. Увидимся. Я удивляюсь. У этой девушки ни капли стыда. Я удивляюсь Себастьяну. Представь. Он привел женщину сюда, как если бы это было... Да, Семера-Лукреция действительно больше не хозяйка здесь. Садись, пожалуйста. Спасибо. Ну, расскажи мне, какие новости? Я думаю, пригласить тебя в Хуанкае на прогулку. Пожалуйста, доктор. Я выполнила мою часть сделки. Как насчет моего дела? А об этом? Ничего. Пока ничего. Как ничего? Ты обещал? Я знаю. Но я хотел бы поговорить с тобой вот о чем. Сейчас у меня очень много работы. Боюсь, у меня не будет возможности заниматься завещанием. Что? Я решил расторгнуть наше устное соглашение и не браться за это дело. Субтитры создавал DimaTorzok У нас договоренность. Я унижалась перед тобой. Я заплатила за твою услугу. Своим телом я это прекрасно помню. Думаю, я должен отдать тебе немного сдачи. Ты негодяй. Ты не человек. Ты просто дрянь. Дрянь. Я знаю. Я всегда был таким. Твое место в тюрьме. Ну, если тебе станет от этого легче, можешь пойти в полицию и написать жалобу на меня. Я не буду возражать. Ты имеешь право. Я знаю. Я был немного жестоким и использовал тебя. Но чтобы отплатить за услугу, я хочу сделать подарок тебе и твоей семье. Уверен, тебе понравится. Очень понравится. Убирайся. Я ничего не хочу знать о тебе никогда. Значит ли это, что тебя не заинтересовала эта прогулка в Хуанкае? Вон, убирайся отсюда, вор. Не провожай меня. Я знаю дорогу. Прощай, красавица. Прощай, красавица. Я этого так не оставлю. Клянусь, я этого так не оставлю. Я Лукреция де ла Торо, и никто не посмеет унижать меня. Надеюсь, ты не против моего разговора с гинекологом наедине? Нет, совсем нет, милая. Ты не хочешь спросить, почему я этого хочу? Нет. Нет. Почему? Потому что я жду, что ты сама это скажешь. Я хотела спросить, можем ли мы заниматься сексом во время беременности. Ты об этом спросила у него, Милагрос? Почему? И он сказал, что мы можем. Дорогая, но откуда ты взяла, что... Фернанда. Милая, как ты можешь все еще верить Фернанде? Я спросила доктора, просто чтобы успокоиться. Вот и все. Фернанда никогда не перестанет пытаться разлучить нас. Не понимаю, почему она это делает? От злости. Потому что она завистливая, потому что она не может вынести, что я люблю тебя. Как я тебя люблю. Не стоит играть в ее игры. Привет. Привет. Шеф здесь? Нет, еще нет. Он позвонил, сказать, что будет позже. Да, я знаю, бедняга. Что-то случилось? Он у доктора. Почему? Он заболел? Нет. Но у Хосе Антонио тяжелый период. Милагрос беременна. Но это хорошая новость. Хосе Антонио должно быть счастлив. Не знаю, что сказать тебе. Милагрос не хочет иметь секса с ним, пока она беременна. Она из тех женщин, которые считают, что мужья нужны только за тем, чтобы приносить им шоколад, пока они в положении. Представь Хосе Антонио, одинокий и отвергнутый. Его жена не в настроении заниматься сексом, а он все время беспокоится. На твоем месте я бы использовала это, чтобы сделать шаг вперед. Я не такой человек, который использует тяжелое положение, чтобы воспользоваться в своих целях. А я такой идиот. Я хочу украсить детскую сама. Как-то я видела шторы Хосе Антонио. Они были замечательны. С мультяшками. А может, затрапировать стены? Я знаю, что это сделает комнату тише. Я тоже могу помочь, если хотите. Когда родилась Фернанда, я был так счастлив, давал ей бутылочку, когда она плакала. Правда? Да, да. Как мило. Простите. Что? Для Деля Торо. Но не написано, кто послал. Фильм, переведенный и озвучен студией «Семья от Ада Я» по заказу компании «Интро Коммуникейшнс» 2001 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова